Вот здесь гуляли по дамбе. Миша стал скулить, тянуть меня к этой лестнице. Я его привязала, спустилась вниз, увидела какой-то пакет. Сверток лежал на самой кромке льда. Пес Миша – настоящий спасатель. Попавших в виду собратьев почуял издалека. Сердце Надежды Викторовой дрогнуло, и вот уже просторная коробка стала домом для щенков. Сначала они выпивали по 10 мл, сейчас уже 40 на каждого. И то, мне кажется, надо уже больше делать. У малышей питание четырехразовое. Молоко идет на уращенки. Немного прибавили в весе. На днях у них начали открываться глаза. Имена пока не придумали, но каждый уже как член семьи. У пса Михаила и кота Нафани теперь сестричка и два маленьких братика. Причем у старших также непростая судьба. У нас, в принципе, все найденыши с улицы. Первый кот, собака, которые долго прожили. Нафанька прошлым летом приблудился. Мишку, собаку взяли из приюта, тоже буквально этим летом. Но за такими маленькими еще не ухаживали. Страшно. Маленькие сломаются. Мамину любовь к четвероногим дочь Александра разделяет. Сама большой поклонник домашней живности. Признается, научились многому. Ответы на сложные вопросы ищут в интернете. Там же разместили объявления. Как подрастут, щенков готовы отдать в хорошие руки. У каждого животного своя миска и рацион. Содержание выходит в копеечку. Но это не главное. Оставаться человеком – самое ценное. Берут, не думают, что это большая ответственность. Нужно кормить, гулять. А собачек вообще сложно. Гулять нужно часто. Кошки еще как-то дома покормил. Лоточек и все. Не смогла оставить я этих щенков на улице. Так плакали. Гулять с собакой необходимо два раза в день. С четырьмя делать это будет куда труднее. Надеются, что найденышам подыщут хозяев, которые окружат их не меньше любовью и заботой. Иван Ольховой, Александр Казанцев, Вести, Биробиджан.